Итак, уважаемые друзья, очередное видео. Это видео будет на базе того, что мы посадили маточек в клетке, кормежка. И автоматически выходит, что если матка в клетке находится длительное время, 10 дней, то пчелы автоматически закладывают маточники в гнезде. И на этой базе мы можем спровоцировать вывод тех маток, которые нам надо. Допустим, если мне не нравится эта семья, в которой я делаю кормежку, матка не нравится, то я могу уничтожить старые свящевые маточники, которые они заложили. И поставить туда рамочку с засевом или с расплодом с открытым. Ну, чтобы яички там были, яйца были, чтобы можно было вывести матку от хорошей семьи. Итак, друзья, сейчас прошло... Дней 10, наверное, прошло. После того, как я закрыл здесь матку в клетке. Сейчас мы посмотрим, заложили они маточники или нет. Вот. И этот процесс продолжим. Это будет видео называться «Осенний вывод маток» или «Поздний вывод маток». Или некоторые считают, что этот «Поздний вывод маток» неблагоприятный. Но я практикую каждый год и смотрел на интернете ведущих пчеловодов, которые тоже поясняют, что осенние матки очень качественные. Почему они очень качественные, я могу сказать. Потому что осенью пчелы, сами по себе качественные, у них жировое тельце откладывается для зимовки. Это пчелы подготавливаются богом для зимовки, чтобы они могли хорошо перезимовать. И они откладывают жиры. Ну, как обычно, всякие животные откладывают на зиму жиры. Так и эти пчелки. То есть это со всеми витаминами, которые им надо для зимовки. И матка, выведенная в таких случаях, она также особь женского рода, только более полноценная, чем пчела. И она имеет те же самые лучшие качества для зимовки. И еще какой положительный фактор мы отмечаем в этой ситуации, если выводится эта матка. Значит, первый положительный фактор – матка вывелась, и она пошла на облет. Вот. Прилетело, не прилетело. Если не прилетело, выпускаем старую матку. Прилетело, начало класть яйца, мы старую матку или убираем, или подготавливаем к зимовке в определенных условиях. Это будет следующее видео, которое можно сказать, что зимовка двух маток в хороших условиях, способные, чтобы перезимовать. А не так, как я смотрю иногда некоторые изоляторы там стоят, хмара и другие. Они хорошие изоляторы, я против ничего не имею. Но процесс недоработан. Даже вот Романченко и другие там пчеловоды, смотрю, показывают, как перегороженная эта самая матка, две находятся, одна пропала или две пропала. Ну, такой процесс, знаете, недоработанный. Зимует иногда, две сохраняются. Но нам нужно сто процентов, чтобы матки перезимовали хорошо. Поэтому я планирую в дальнейшем еще видео показать и рассказать, как сделать, это нормальное видео, как сделать, чтобы зимовало сто процентов нужные вам матки. Итак, друзья, сейчас мы продолжим это видео. Посмотрим, заложили они маточники. Если заложили маточники, то мы эти маточники уже уничтожим. Яиц уже не будет, прошло десять дней. Все пчелки вывелись, имеется в виду, закрыли расплод. И поэтому мы сможем туда поставить рамочку с расплодом, с хорошей семьи. Итак, друзья, сейчас мы посмотрим, что здесь у нас получилось. Мы ее кормили, как и все семьи. Вот. Ой-ой-ой, какая-то бедненькая дергается. Немножко злые, агрессивные. Ну, мы их немножко под это самое поддымим, чтобы они успокоились. И посмотрим, что тут. О, хорошо ушло. Все. Сейчас они немножко метку наберут. Итак, друзья, я использую разделительную решетку пластиковую. Я использую разные разделительные решетки. Но пластика имеет свои особенности. А когда она лежит на рамках, они прополюсуют. Поэтому я вот так беру рамки и подчищаю. Рамки у меня чистые, как видите. Вот. И сразу же прополюс получается. Сто процентный. Хороший, похучий прополюс. Вот. Это... Этим они мне нравятся. Ну, чем они мне не нравятся? Иногда приходится, что прежде чем положить, надо сдувать пчел дымом или еще чем-то, чтобы они, ну, не подавить этой решеткой пчел. Вот это не нравится мне, что. Ну, это такой вариант можно исправить, как говорится. Итак, сейчас посмотрим, что у нас тут. Как они... Что-то они ведут себя не очень хорошо, агрессивно. Часть пчел наверху там, медок, ожидают. А часть пчел на низу. Сейчас мы поглядим. Наша задача узнать, что им требуется. Я смотрю, что семья слабенькая. Можешь посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рамок. Сюда нужно добавить будет расплода. От хорошей семьи. Есть семьи у меня такие сильные, что... Вот. Это напрыск. Они уже успели, вот уже сперху начинают печатать понемножку. Вот. И здесь залили. Немножко осталось на выходе тут этого самого закрытого расплода. Вот. Семья требует еще добавочки, так сказать. И, естественно, я хочу здесь заменить матку. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Вот. Покажу вам клеточку. Вот. Здесь, как видите, все на месте. Уже начинают печатать. Надо давать побольше этого самого. То они докармливали расплод. А теперь расплод вышел. Побольше с сахарного сиропа. Можно и в пакетах дать, можно банками. Ну, как душа желает, уже вот тоже медочек начинают печатать вот с этого края. Вот. А здесь был расплод. Он выходил. И они его... Это уже они выпарили, запечатали. Сначала они складывают снизу. Вот. Потом выпаривают. И слаживают уже готовый кондиционер мед наверх. Я не вижу здесь маточников пока. Сейчас посмотрим. Дальше. У нас лето длится долго. И еще два месяца. Поэтому я здесь произвожу такие работы. Тепло будет. Что можно будет... Главная задача... Вот маточка у нас сидит в клеточке. Она в клеточке сидит. Они вокруг нее лазают. И могут залезть в клеточку. Могут залезть в клеточку. И покормить маточку. Она там очки находится. Вот. Потому что они сверху кублятся. Так. Маточников здесь нету. Ставим на место. Что-то они накидываются. Но не кусают еще. Кусать не кусают. Но накидываются. Здесь тоже маточников нету. Напрысок со всех сторон. Вот. Здесь пчела только вышла. Вот. Итак, друзья. Здесь не заложили маточники. Потому что есть семя, которые не закладывают. Значит, в эту семью мы можем подсунуть рамочку. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Что мы можем подсунуть. Секундочку. Я ее накрою. Чтобы не было воровства. Мы делаем вот так. накрываем крышей всех ногами. И все. И пошли смотреть другой улик. От этой семьи. Это у нас семья донор. Которая меня постоянно выручает. И по сей день она меня выручает. В общем, умница семья. Она дает мне прекрасную помощь. Сеет замечательно. Сейчас посмотрю. Здесь у меня была рамочка печатная. Если расплод печатный не вышел, то мы возьмем одну рамочку печатного. И одну рамочку с засевом. Потому что бы семью увеличить, как говорится, ту. Итак. Ага, вот она вроде стоит. Вроде не вышел расплод. Сейчас погляжу. Посмотрите, пожалуйста. Видите, расплод не вышел. Матка у меня там спрятана на низу. Это тут залит там же сиропчиком. То есть добавка для той семьи. Яиц, естественно, здесь нет. Поэтому мы с первого этажа возьмем рамочку. Матка хорошего качества. Сеет хорошо, видите. Мы его как раз сюда всунем. Сейчас тепло. Все пчелы кормятся. Поэтому у них среди дня драки не будет. Вот. Вставляем добавочку им. Так. Теперь нам надо одну рамочку вытянуть. Эта рамочка с медом уже подготовлена. Видите? И с этой стороны медок есть. Мы ее на место оставим пока. Попробуем другую посмотреть. Которая попроще. Они немножко агрессивно ведут себя. Но вот эта рамочка пойдет. Эту мы заберем тут немножко меда. Этих пчел струсим. И они нужны здесь. Вот. А эта рамочка нам пойдет под засев. Мы ее пустим под засев. Где заберем яйца. И так. Здесь немножко поднимем. Чтобы они вели себя спокойно. Подвигаем все на место. Это у меня второй этаж. Они тут и медок слаживают у меня. И что душа им желает. Где же моя эта самая крышечка. А вот она. Значит. Второй этаж мы снимаем. Смотрим. Яички для вывода матки. Дадим сейчас яички в ту семью. Яйца дадим. Чтобы они... Оооо. Тут нагрузились хорошо. Это семья Донор. Я специально ее держу в таком положении. Чтобы мне можно было маневрировать рамочками. Вставлять другие рамочки. Забирать рамочки. Чтобы она более компактно сидела всегда. Вот здесь на расплоде. Чувак. Струсим. И поглядим сейчас. Что у нас тут есть. Нам надо бы наглянуть. Засевчик. Засевчик должен быть вот на этой рамочке и на этой. Я уже давненько не заглядывал. Но поглядим сейчас. Сейчас я гляну на свет. Да. Уже на просе есть. Пойдем туда глянем на свет. Вот тут яички, если видно. Приглядись, видно? Солнце, солнце, да. Видно? Приглядывайся. Вот они, яички, лежат. Вот. А здесь уже блестки блестят. Они засеяли. Это специально под засев рамочку ставил я. Вот. Она полностью засеяна от и до. Вот так вот засеяна. Вот с этой стороны. Смотрим с этой стороны. И здесь засев тоже самое хорошо. Я думаю, что тяжело видно через камеру, да? Давай вот сюда. Вот смотри. Солнце светит. Опустись, поглядя. Видно яйца? Вот яйца лежат. Вот. Я нам посмотрим. Вот яйца уже лежат. Вот-вот лежат яйца. Вот. Вот-вот черные на белом видно хорошо. Не спешим за тормозин. Вот так пойдет. Значит, что мы делаем? Струсиваем. Челок струсиваем. Пчелки нам эти тут пригодятся. Там мы уже взяли с пчелками. Все. Эта рамочка как раз пойдет для развития им. Какого развития? А именно. Будут они оттягивать маточники. Потому что матка в клеточке. А если не оттянут, нет проблем. С нуклеуса подсадим сюда маточку. Ну, обычно оттягивают. Семья чувствует, что это пострадало. Матка. Обычно, если матка застряла в клеточке, не сеет. Они все сразу понимают, что матка что-то забарахлила. Или заболела. Или что. Они не понимают, что этот человек тут натворил чудес. Сейчас я рамочку отнимаю. Чтобы их можно было закрыть. Так. И еще одну семью посмотрим, где я раньше подставлял. Уже подставлял туда рамочку под засел. Поломал маточники. Я думаю, что они начали закладывать маточники. Это будет недолго. Эту рамочку мы заберем. Поставим сюда. Мы две забрали. Две вернули. Эту рамочку поставим под засел. Она пустая и почищенная. Маточка здесь засеет сразу. С этой стороны у меня стоит рамочка следующая. С расплодом. Пожалуйста, посмотрите. Видите расплод печатный. Вот. И здесь расплод печатный. Засеянные белые червячки. Вот. Так что. А по бокам стоят рамочки под засел. И это у меня постоянно стоит. А рамочки под засел стоят. Сейчас глянем вот эту рамочку. Готова ли она для перемещения в следующий улик. В следующую семью. Если она засеяна, значит мы ее заберем. Нет, она не готова. Она залита напрыском. Она засеяла семья только одну рамочку. Вот. Ну и на том спасибо. Значит сюда мы больше залазить не будем. Смещаем все. И это пусть продолжает дальше работать. Итак, от этой семьи мы забрали две рамочки. Одну печатную, одну с заселом. Усилили ту семью. И заодно выведем, так сказать, маточку. Смотрим следующую семью, где мы подставляли. Возможно, что там уже заложены маточники. Как видите, пчелы у нас добрячки. Не кидаются, не кусаются. Итак, пойдем посмотрим еще одну семью. Очень быстренько. Здесь я уже маточники разрушил. Матка продолжает сидеть в клетке. Это процесс работы. Вывод осенних маток. Во время кормления ограничение матки выводится осенняя матка. Они автоматически закладывают маточники. Считают, что матка приболела. Или еще что-то с ней случилось. Вот. Ну их надо немножко дымануть. Они сейчас немножко агрессивные. Это мне более агрессивная семья. Видите, сразу же она тут пошла. Это самое. Вести себя не так, как надо. Ну, ничего. Пока они кусаются. Вот. Правда, вот мой сынок, оператор. Да, я покажу, как ты снарядился. Вот, посмотрите на него. Он, конечно, доверяет пчелам. Ну, говорит, доверяй, доверяй. Но хороший вот жакетик он мне приобрел. Костюмчик. Он продувается насквозь. Его можно на голое тело одевать. За 150 долларов купил на интернете. Снизу можете кликнуть. Вот. Очень хороший просвечивается. Не материя, а... Он трехслойный, как говорится. Мелкая сеточка снаружи. Снутри пластик. И опять сеточка мелкая такая, капроновая. Это мой сынок, оператор. Он помогает мне. Пожалуйста, на. Смотрим дальше. Вот эта семейка хорошая у меня. Но она агрессивная. Как правило, те семьи, которые более-менее, они ведут себя более агрессивно. Они и мед носят. Вот знают, что злые семьи, они почему-то так устроено носят медок хорошо. Как только семья подобрее, она начинает, как говорится, лодыря корчить. Сейчас мы глянем. Вот эту рамочку, третью я подставлял. Смогли они тут что-то сделать или не смогли? Глянем. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ничего не вижу, залито медом. А вот с этой стороны расплодик есть. Но расплодик есть, но маточника нет. Здесь маточников нет. Остальные я все поразрушал. Так что, бывает, закладывают, а бывает нет. Очень любят свою маточку, так сказать. Хорошо. Эта семья имеет маточку в клеточке. Медом заливает. Хорошо. Просто прекрасно. Душа радуется. Ну что, пусть продолжает дальше работать. Медом заливать. Мы сейчас глянем еще, наверное, одну семейку быстренько, в которой должны быть маточники. На всякий случай. Я еще хочу глянуть. И просто показываю, как я работаю с пчелами. Что можно выводить маток, не переживая осенних. У меня внуклюсы стоят. Вот, на вывод. Можно и здесь также выводить с семьями. Если вы заметили, что у вас семья хорошая, заложили маточники, то матку переставьте с рамочкой и с клеточкой на второй этаж, за разделительную решетку. Там они будут слаживать медок. Выведется матка, начнет сеять. А на втором этаже у вас запасная матка будет. Вы сможете ее употребить в любое дело. Как я уже сказал, у меня планируется еще одно видео. Интересное будет видео. Это у меня прикормочка была. Так, сейчас я гляну. Номер пять. Кажется, номер шесть. Сейчас я гляну в записи. Где я ставил клеточку. Чтобы мне не ошибиться, зря не дергаться. Вот у меня всегда есть записи. Поэтому я стараюсь по записям все делать. Да, номер пять. Третьего августа я посадил матку в клеточку. Сегодня двенадцатая. Двенадцать отнять три. Это будет у нас девять. Девять дней прошло. Что это означает, девять дней прошло? Означает, что если яички положили, матка положила девять дней назад, то за девять дней образовалась, так сказать, ниша, в которую матка не ложила яйца. А все яйца, они вышли, ну, уже запечатанные, короче говоря. Не должно быть открытого расплода. Уже запечатанный должен быть. Поэтому, в том числе и маточники. Если они заложили маточники, то и маточники уже должны быть запечатанные. Или на грани того, как говорится. Пауки тут насаживали всякие-всящими. Наверху у меня нету ничего. Мед. Хороший корпус. Хорошо подготовились. Нагребли прекрасно. Душа радуется. Посмотрим, что здесь на низу у нас. Почему-то они все наверх перешли. А, вон в чем дело. Я поменял местами. Так, я поменял местами. И поставил второй корпус наверх. Первый корпус наверх. Поэтому у них уже подготовлены к зиме. Поглядим здесь. Что у нас здесь. Итак. Поднимем. Я забыл записать, что я заменил корпуса местами. На первый этаж поставил. Без меда. А на второй раз с медом. И они сразу тут и заливают, так сказать. Итак. Пробуем смотреть, что у нас здесь. Ага, вот она. Здесь, между прочим, я поставил покупную клеточку. Я вам сейчас покажу. Я уже рассказывал. Вот. Здесь клеточка покупная. С маткой. Матку засадил. У клеточку. Вот, пожалуйста. Вот она бегает внутри. Сейчас я пчел смахну. Вот она, вот она, красавица. Видите, вот она. Вот она, вот она, вот она, красавица бегает. Вот она, вот она тут бегает, видите. Видите, вполне достаточно. Пять пчел внутрь. Девять дней сидеть, ничего с ней не сделалось. Временно погружим сюда. Посмотрим, что они тут натворили у нас. Смогли ли они? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь рамок они уже хорошо подзалили. Я вижу уже по весу. Это расплод был. Вот они уже печатают сверху, видите. Хорошо. И здесь печатают сверху. Ага, вот видите, маточник. Матка была запечатана. Вот видите, заложили маточник. Вот этот маточник они пробовали, но что-то он у них не получился. Видите, уже маточник готов. Когда вы заливаете сиропчиком, они печатают заодно, расплод выходит, и маточник один готов. Я вижу, видите, да? Вот, смотрим дальше. Итак, таким образом вы можете от хороших семей, мощных, отставлять маточники. Здесь тоже начинают печатать уже. Вот. Ну, надо побольше сиропчика им, и они хорошо запечатают. И здесь уже печатают, вижу. Вот. Расплод весь закрытый, здесь маточников нету. Закрываем дальше. Что мы можем сделать? Можем также и оставить это, а маточник поставить на первый этаж. А, вот еще хороший маточник заложили, друзья. Посмотрите. Вот раз, два, три, видите? Прекрасные маточники заложили. Тот маточник, который вам нравится, вот вы можете оставить. Который не нравится, можете уничтожить. Получится матка? Хорошо. Вот сверху медок уже стали заливать. Не получится матка? Тоже хорошо. Ого, смотрите, сколько тут маточников. Раз, два, три, четыре. Вот, видите, считается как аварийная система. Здесь что-то не пошла личинка, они ее выкинули. Потому что маточники всего 9 дней. Вот. И так, смотрите, видите, можно отставлять, куда душа желает. Осенние матки при закормке вы ничего не теряете. Автоматически ставите за решетку маточник. А матка наверху у вас находится с гнездом. Или без гнезда, не играет роли. Матка, когда выводится, с первого этажа полетела на облет. А эта матка сидит. Вот, видите, тут уже стали печатать медок с краю. Надо, чтобы больше запечатали. Надо их немножко расширять. Здесь маточников я уже не вижу. Ну, и вполне достаточно. Два. Две рамочки мы имеем с маточниками. И так, каждый год я практикую в это время. Вывожу маток. Даже позже. В моей местности тепло. Свободно облетываются. И если не облеталось, то вы ничего не потеряли. Если у вас вторая матка сидит в клеточке, она, ваша матка основная, она свободна. А если облеталась, вот вам вторая запасная маточка в зиму идет, как говорится. Как пустить, буду рассказывать в следующем видео. Вот, пожалуйста, уже хорошо начинает печатать и тяжелый корпус. Ну, еще немножко, и они меня будут прекрасно закормлены на зиму. Вот. И так, друзья. Как вы видели, вывод осенних маток. Можно производить. И нужно производить. Потому что он сам напрашивается. Когда вы закрываете маток в клеточку, они вынуждены откладывать маточники. И так, друзья. Что мы сделаем? Снимем первый корпус, поставим один маточник. Ох, как хорошо укусило. Наконец-таки кто-то увидел, как они кусаются. Немножко подымить надо. И так, друзья. Видео наше закончилось. В следующем видео будем рассказывать следующую тему. Если есть вопросы, пожелания, или ставьте лайки или дизлайки, как ваше душе нравится. И подписывайтесь на канал. Если вам надо что-то купить, снизу там Алиэкспресс, или еще вы можете посмотреть. За смотрины деньги не платят. Понравилось, не понравилось, посмотрели. Купили, не купили. Тоже проблем нет. Итак, удачи, до встречи, до следующего видео. Продолжение следует...